Моя тема – это классификация нарушений мозгового кровообращения, ишемический инсульт в вертебробазиллярном бассейне, клиника, диагностика, лечение. Ишемический инсульт в вертебробазиллярном бассейне – это патология, которая представляет собой обратимое нарушение мозговых функций, которое произошло в результате снижения кровоснабжений определенного участка мозга. И различают некоторые виды. Это алкунарные инсульты, они появляются вследствие поражения мелких перфорирующих артерий, которые обусловлены микроангиопатиями на фоне артериальной гипертензии или сахарного диабета. Нелакунарные, которые развиваются по причине поражения коротких или длинных огибающих позвоночной основной артерии. И вторые нелакунарные, которые появляются вследствие закупорки позвоночной основной артерии во внутричерепном и внечерепном отделах, которые обусловлены их поражением. И для всех разных видов инсультов требуется различная дифдиагностика и дифтерапия, естественно. Причиной ишемического инсульта может быть эмболия различного происхождения, аритмия, атеросклерозы, также образование тромбов в сосудах нижних конечностей, резкое снижение АД или появление у пациента гипертонического криза. Также одной из причин является пережатие артерии, которые снабжают кровью мозг, и сильное сгущение крови, которое вызвано ростом кровяных клеток, и оно приводит к затруднению проходимости сосудов. Клиника. При окклюзии ветвей основной басилерной артерии вызывается дисфункция моста ствола мозга и мозжечка с одной стороны. На стороне инсульта у пациента развивается атаксия, слабость мимических мышц лица, мышц глаза, нездагом – это неконтролируемые колебания движения глаз, головокружение, гиперкинез мягкого неба, ощущение движения предметов в пространстве. А на противоположной стороне – слабость конечностей и гипостезия. При полушарном инсульте на стороне поражения будет замечен порез взора, а с противоположной – слабость конечностей. Также на стороне очага будет заметна слабость мимических мышц лица, мышц глаза, нездагом, головокружение, тошнота, рвота, потеря слуха или шум в ушах, гиперкинез мягкого неба и ощущение движения предметов в пространстве. При закупорке ствола основной басилерной артерии будет проявляться двусторонняя неврологическая симптоматика в виде тетраплегии, пореза взора, горизонтальной плоскости, мозговой комы или, например, декортикального синдрома. Хотелось бы заметить, что такая же клиника будет и при окклюзии двух позвоночных артерий или при основной окклюзии основной позвоночной артерии. Стенозирование закупорка позвоночных артерий дает следующую симптоматику. Головокружение, дисфагия, то есть расстройство глотания, сиплость голоса, симптом Горнера и падение чувствительности на стороне поражения, а с противоположной стороны будет нарушена болевая и температурная чувствительность. В диагностике врачу приходят на помощь такие методы, как МРТ или КТ, ангиография, рентген позвоночника, инфракрасная термография, функциональные пробы различные и исследование крови в лабораториях. При лечении пациента обязательно надо госпитализировать в больницу, там сразу больному начинают давать препараты, которые улучшают микроциркуляцию крови и назначают следующие группы лекарственных средств. Это анальгетики, ноотропы, антикоагулянты, ангиопротекторы, седативные, гистаминомиметики, антиагреганты. И также наряду с медикаментозным лечением появляются различные физиотерапевтические процедуры, то есть это массаж затылочной области для улучшения кровообращения, например, магнитотерапия, мануальная терапия, обязательно лечебная гимнастика проводится пациенту для устроения спазмов и укрепления позвоночного столба. Также нужно проводить улучшение осанки, рефлексотерапию и некоторым пациентам советуют использовать шейный корсет. На этом мой доклад закончен. Спасибо за внимание. Спасибо. Спасибо.